Приветствую всех зрителей моих замечательных и предлагаю обсудить мысли, которые я накопал и которые мотивируют нас, которые нас настраивают на нужный лад, нужную волну. И я хочу сказать, что вот сейчас я записываю лекции по индийской философии для спонсоров. Так вот, для меня этот проект важен по какой причине? Ну, конечно, конечно, это важно с точки зрения просто культуры общей, гуманитарной, проследить ход развития человеческой мысли. Ну, а и как бы свою эрудицию пополнить, ну, может быть, основная цель это психотерапевтическая, потому что для нас с вами философия важна не как поиск истины, а как способ избавления от страданий, душевных страданий. И вот таким образом у нас с вами формируется философский взгляд на жизнь. И мы избавляемся от всего того, что нам мешает быть счастливыми, наслаждаться жизнью, пребывать в интеллектуальной нервовании. Поэтому для спонсоров эти лекции, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, к нашему сообществу и раздвигайте рамки сознания, расширяйте его. Кроме того, для спонсоров, опять же, лекции по психотерапии и интересное интервью с бывшей монахиней православной Валентиной Маленковой, с оккультистом, антропологом, психологом, практиком, Элиной Ясаковой, тоже доступно спонсорам. И эту базу, этот ресурс мы будем постоянно пополнять в благодарность за то, что вы нас поддерживаете. Среди тех, кто перечислит 100 рублей или 1 евро на развитие нашего видеоканала, мы разыграем книгу «Любите своих крокодилов. Психологический социализм». Это книга для тех, кто хочет перестать быть жертвой и стать хозяином своей жизни, ее основная цель. Научить вас быть хозяевами своей жизни, делать выбор самостоятельно и радоваться жизни, сформировать у себя психологическую культуру и быть психологически грамотными. Вот среди первых 30 человек, которые захотят поддержать наш видеоканал, будет разыграна книга, и мы ее вышлем вам по почте. В любую точку мира, где бы вы ни находились. Хоть в Папуа, Новой Гвинеи. Ну, надеюсь, вы ближе. Так, быстрее книга дойдет просто. Итак, читаем мотивирующие фразы и размышляем над ними. Ты не должен меняться. Ты должен всего лишь найти того, кто тебя полюбит таким, какой ты есть. Те, кому мы нравимся, нас уже принимают такими, какие мы есть. Ну, а все остальные, скорее всего, просто хотят манипулировать. И я с этим сталкиваюсь постоянно в работе с людьми. Вот. Чувство вины у многих. Чувство вины мы испытываем именно тогда, когда нами хотят манипулировать. И манипулируют. И вот слово, слово, очень большую роль играет. Я говорил о том, что когда я осознал силу слова, я начал заниматься психологией и терапией. И вот мы знаем эту фразу, знаменитую в начале было слово. Да, вот для древних греков, допустим, это логос. Логос, да, слово логос. Это заимствованная идея у древних греков. У древнегреческих философов вот слово. А что за этим логосом? Назвать-то назвали, а что за этим? Пустота. Итак, слово служит целям обмана. Обмана, например. В каждом языке заложена возможность обманывать. Есть два языка, которые... Грамматика которых, грамматическая структура не позволяет обманывать. Я об этом рассказывал. Язык бразильский. Где-то вот племени в джунглях бразильских, там, амазонке. Вот человек не может сказать, у меня есть жена, если ее нет рядом. Потому что, может, она уже ушла к другому. Мы можем это сказать. У меня есть жена, хотя, может, она уже и... Ее у вас и нет, она уже с другим. Пример такой. В английском языке очень часто используется для обмана вот этот passive voice, да? Острадательный залог. Вот. Кстати, для Дональда Трамп использовал чаще всего вот этот вот страдательный залог в своих выступлениях. Таким образом, язык... И язык очень сильно влияет на нас, поскольку мы думаем на языке. Мы мыслим на языке. Этому язык имеет огромное значение. И вот когда мы меняем свой лексикон, когда мы отметаем многие ненужные слова, которые мы используем, бранные, ругательные, там, какие-то негативные, да? Наша жизнь тоже меняется, как ни странно. То есть, слово имеет огромное значение. Вот, например, я... Не случайно поэтому... Вся манипуляция общественным сознанием, пропаганда, система образования, все держится на слове. Все. Полки за собой повезти, да? Армия на слове держится на приказах. И так далее. Невероятная сила у слова. И... Вот, недавно я еду... В автобусе заходит мужчина. И я вижу, что, да, у него расстройство личности. Я вижу уже маленький мозг. Вот, маленькая черепная коробка. Я вижу, да, что он психопат. Что у него психические проблемы. Я думаю, сейчас что-то будет. И действительно. Он... Вот... Мимика все выражает раздражение. Раздражение. Агрессию. По взгляду я это определил мгновенно. И... Через какое-то время он начинает звонить и ругаться отборным матом. Громко так, на весь автобус. И... Я отнесся к этому спокойно, конечно, понимая, что это человек психически больной. Но... Я понимаю, какая у него жизнь. И какую лексику он использует. Для того, чтобы... Использует он соответствующую лексику, которая является маркером. Вот его жизнь. И живет он в аду. Это ад. Поэтому... Нужно поменять свою лексику. Свои... Те... Задумываться о том, какие слова мы используем. И тогда будет меняться и наша жизнь с вами. Вот. С другой стороны, слово... Да. С помощью слов нас... Нами манипулируют, нас обманывают. Безбожно. С помощью логоса нас безбожно обманывают. В том числе и религиозные деятели. Вот. А с другой стороны, слово существует для того, чтобы обнаруживать неправду. Да. Чтобы разоблачать неправду. Мы тоже это делаем с помощью слова. Такая его функция. И с помощью слова мы исцеляемся. Мы знаем гипноз. Да. Психотерапия вся построена на общении. Когнитивная терапия. Любая другая. Именно слова нас врачуют. Добрые. Но не только. За словами, за этими, да. Энергетика идет. Энергетика человека. Его... Любовь. Любовь. О. И вот это целительно для нас. Для каждого. Разумное слово, да. Когда мы спорим со своими негативными утверждениями. Выходим из ловушек негативного мышления. Да. В которых устроились. Вот. Дальше. Not everyone likes me, but not everyone matters. Не каждый любит меня, но не каждый важен. Не стоит придавать значение людям. Вот просто не стоит себя вставить в зависимость от людей. Самая распространенная форма зависимости – это оценочная зависимость. Многие страдают. Почему так происходит? Потому что недолюбленные. Недолюбленные родителями. Мужчины. Да. Женщины, значит, стоят с протянутой рукой. Полюбите меня. И вымаливают, выпрашивают эту любовь. Мужчины. Боятся. Боятся. У них есть страх, что... Страх меня не любят. И, что они требуют доказательств. Доказательств. Да. Отсюда вот эта патологическая ревность. Да. Все от недолюбленности, от неуверенности в себе. Терзают своих жен женщин. Терзают, мучают. Лишают их возможности иметь жизнь свою. Ведь семья – это что такое? Семья – это семейная жизнь, это семейная жизнь. А есть еще жизнь не семейная, общественная. Там социальные контакты, отношения с другими людьми, бизнес и так далее. Вот они пытаются все контролировать. И почему они это делают? Вот страх меня не любят. Недолюбили родителей в детстве. И вот он уже вырос. Ведет себя как ребенок. Но только он уже вырос. И у него уже больше агрессии. Больше ненависти. Этот страх еще больше с годами усилился. Он уже превратился в садиста. Вот он мучает жену свою. Садист. А у той комплекс жертвы. Потому что жертва притягивает насильника-садиста. Запомним, садомазохизм никто не отменял. Люди в таких нездоровых отношениях пребывают. И еще у жертвы часто формируется такой стокгольмский синдром. Она находит оправдание садизму-насилию. С этим очень серьезная проблема. И это годы психотерапии. Годы просто. И человек должен сам захотеть от этого избавиться. Решить эту проблему. Так что. Другие не важны. На самом деле. Те, кто нас не любят, они не важны. Для нас. Я говорил о том, что никто не заслуживает любви, кроме тех, кто любит. Вот и все. Поэтому не надо никого спасать. И думать о том, какое вы производите впечатление. Главное, чтобы вы нравились себе. И вы всегда встретите людей, которым вы будете нравиться. Которые вот на том же уровне высоком, на то же качество жизни у них. Они себя любят. Они проработали свои детские психотравмы. И не только детские. Полюбили себя. Сформировали у себя ресурсы. И все. Вы встречаете человека, который себя любит. Это самое-самое главное. Человек, который себя любит, он отдает. Абсолютную энергию. Все. Он делится. Он-то щедрый человек. Вот щедрость это самое большое богатство. В самом деле. Когда человек способен отдавать. И это закон вселенной. Кто дает, тому дается. Кто берет, у того берется. Вот почему мы так все живем, как эти мыши полевые. Хомячки. Хотим брать. Щедрость, я считаю, что это... Щедрость душевная. Щедрость материальная. Это самое. Это признак психического здоровья. Это признак уверенности в себе. Вот когда, допустим, люди вываливают на меня там какой-то негатив. Я аж его не воспринимаю как негатив. Это их беспокоит. Они переживают. Они инвестируют чувства. Они это все близко к сердцу принимают. Я так не воспринимаю. Я вижу, что я вижу. Когда такое происходит на консультациях, на сеансах. Эмоциональное освобождение. Накопленные обиды. Накопленные обиды. Невысказанные слова. Невыраженные чувства. Подавленные чувства. Они просто находят выход. И человеку становится легче. И я вижу, что процесс освобождения. И он меня радует. Поэтому я вижу не проявление негатива. Я вижу проявление освобождения от негатива. И таким образом, на место негатива, а святое место пусто не бывает, святое место это наша душа. Душа свята наша. Это самое прекрасное, что только может быть. И таким образом освобождается место для любви к себе, для позитива, для радости, для будущего, для счастья, для удовольствия. Так что вот, что я вижу. У меня сознание широкое. Поэтому я не воспринимаю это как негатив. Наоборот, это позитив. Когда человек освобождается от своих негативных эмоций. И освобождает место для любви к себе. То, что и происходит на сеансах. И потом инсайты, конечно, происходят. Вот тут недавно столько инсайтов у человека было, что он сам себе поразился просто. Это удивительно. Почему надо идти к психологу, психотерапевту? Обязательно. Обязательно. Дело все в том, что антидепрессанты без терапии не помогают. Необходимо, да, можно заглушить там что-то, но если вы не проработаете, если вы не поменяете мировоззрение, свои ложные убеждения, не избавитесь от них, от травм и так далее, оно все это будет к вам возвращаться. Я знаю, что некоторые люди запивают антидепрессанты алкоголем. То есть, в сути, алкоголь-то это из депрессанта. А нужна терапия. Нужна работа с психотерапевтом, с психологом. Поэтому вы инвестируете в себя. Инвестируете в свое эмоциональное здоровье. Избавляетесь от всех проблем. И начинаете жить счастливой жизнью. Всего добиваетесь. Всего добиваетесь. Чего хотите. Это хорошее, вот-вот случится с вами. Помните об этом? Every time I thought I was being rejected from something good, I was actually being redirected to something better. Каждый раз, когда я думал о том, что мне было отказано в чем-то хорошем, я в действительности был просто перенаправлен к чему-то лучшему. Одна дверь закрывается, десять новых открывается. Многие интуитивно чувствуют и не раз, я думаю, говорили о том, что пути Господни неисповедимы. Вот действительно, каким путем мы придем к своей цели заветной, часто мы сразу не понимаем. И мы понимаем потом, почему с нами то или другое произошло. Почему мы выбираем себе, допустим, партнеров каких-то, от которых мы получаем негатив. Мы сами их выбираем себе. Мы выбираем плохое, чтобы учиться. Мы учимся на ошибках. Человек учится только на ошибках. Поэтому, если вы хотите учиться, то вы будете совершать ошибки. Тот, кто не совершает ошибок, тот не учится. Таким образом, совершаем мы ошибки всю жизнь. И всю жизнь учимся. Поэтому мы выбираем себе, там, ну, мужчины выбирают себе таких жен и тёщ таких, которых они ненавидят не случайно, чтобы научиться. И чтобы стать лучшей версией себя, чтобы помнить злых, плохих. Учимся. То же самое женщины выбирают себе вот таких мужчин, там, свекрови, не о свекрови. Потом, когда вы становитесь мудрыми, любящими себя, когда вы уже научились, вы, к вам притягиваются совершенно другого сорта люди. Вы уже просто не позволите рядом с собой быть недостойным вас людям. Поэтому, не надо бояться, что где-то что-то не получается, всё к лучшему, на самом деле. И это, все знают, кто прошёл, прожил жизнь, ну, или не всю жизнь там, а там, какой-то период жизни. Они видят, что с каждым разом всё лучше и лучше. Качество жизни всё лучше и лучше. Однажды ты глянешься назад и увидишь, и осознаешь, что ты беспокоился слишком много о вещах, которые в действительности не имеют значения. Вот. Мы беспокоимся о вещах, которые не имеют значения. Вот, когда это произойдёт, тогда вот произойдёт переоценка ценностей. Она должна происходить. И мы действительно беспокоимся часто по пустякам. Вот, философская культура наша, да, вот, она для этого и нужна. Чтобы мы уже умели расставлять приоритеты, понимать, что важно, что вообще пустяк и мелочь, и то, чему мы придавали значение, на самом деле это всё яйца выеденного не стоит. Часто там и из мухи слона делают истероиды, истерички, истерики. Be strong enough to forgive without hearing an apology. Будь сильным настолько, чтобы прощать, без того, чтобы слышать извинения. Да, не слыша извинений. Прощаем постоянно. Вот, сейчас я для спонсоров, я введу такое радио, радио, и вы просто слышите, что я рассказываю, читаю. Тема посвящена как раз прощению себя. Как себя простить. Вот, как вот этот страх самый большой, да, меня не любят. Как научиться себя любить, как прервать вот эту цепочку нелюбви к себе, злости, ненависти, которая из поколения в поколение идет, да, передается от поколения, из поколения в поколение. Как на нас эти влияют, там, матери, отцы, бабушки, дедушки. Почему мы такие несчастные? Вот, они, эти люди. Поэтому, потому что нас не научили быть счастливыми. Потому что нас не научили любить себя. Потому что до старости эти люди, которые себя не смогли изменить, не смогли прокачать, не смогли поработать над собой, они несут этот негативный сценарий. Негативный сценарий ненависти, злости, озлобленности, нелюбви к себе и к миру, и к детям. Они не любят, они говорят, что любят, а на самом деле ненавидят. Я вот так подробно рассказываю, использую там различные материалы. Вот, слушайте, это очень полезно для осознания и для проработки всего этого, для выхода из этого треугольника Карпмана, для выхода из болезни. Потому что многие наши болезни, они, это же психосоматика, да, они вызваны тем, что мы злимся, что мы не любим себя, тем, что мы боремся за эту любовь и пытаемся там искать, ну, требуем доказательств любви, терроризируем людей, да, мучаем себя и других. И там у людей почки, печень отказывает и всё, что хотите. Поэтому учимся прощать, прощать. Вот для спонсоров, пожалуйста, становитесь спонсорами всего за 1 евро и слушайте эти мои радиопередачи. Вы можете задавать вопросы, мы в чате писать, мы будем общаться в прямом эфире. И это прямой эфир, прямой. Это не премьера, это не запись, это прямой эфир. И вы там можете меня спрашивать, да, задавать уточняющие вопросы, просто слушать, даже полезно это слушать. Прощаем, 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 прощаем. There is no leader, there is no teacher, there is nobody to tell you what to do. You are alone in this mad, brutal world. Ну, это слова моего любимого Джиду Кришнамурти. Я обожаю этого мыслителя, этого человека. Это просто бесконечный источник радости для меня. Я сейчас слушаю, допустим, еще Нисаргадата Махараджа. Там тоже. С точки зрения избавления от страданий. Вот эта философия этого гуру, для чего она? Избавление от страданий. Он говорит о том, что не надо даже себя идентифицировать со своим рождением. Сейчас я переведу. Ни лидер, ни учитель, никто не научит вас, что делать. Вы одиноки в этом безумном, жестоком мире. Только вы сами для себя лидер, учитель. И только вы хозяин своей судьбы. И решайте, что вам делать. Запомните это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.